Уважаемые любители спорта, переход из одного большого клуба в другой — целая история, зачастую очень непростая и долгая. Нельзя просто так вломиться в офис какой-нибудь славной европейской команды, закидав тамошних боссов денежными мешками, забрать из их состава любого приглянувшегося игрока. В процессе трансфера огромное число нюансов и заинтересованных лиц, потому многие сделки сворачиваются прямо во время развязки. Гул-24 рассказывает о переходах топ-игроков, которые отменились в последнюю секунду. А перед началом просмотра давайте проверим ваши знания футбола. Сможете ли вы ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? Давид Дехея и Реал Блистательный испанский вратарь выступает за Манчестер Юнайтед уже целую вечность. Дехея переехал на Уолл-Траффорд в 2011 году и с тех пор основательно занял место в воротах МЮ. Испанский экипер успел застать золотые времена сэра Алекса Фергюсона и даже выиграть чемпионство с красными дьяволами. Прямо сейчас Юнайтед могут только мечтать о больших титулах. Сложные времена наступили в 2013, когда клуб покинула главная легенда – Алекс Фергюсон. С тех пор состав МЮ претерпел серьезные изменения. И сегодня трудно в это поверить. Но Уолл-Траффорд чуть не лишился Дехея. Давид был близок к уходу в 2015 году, когда его очень хотел видеть в своих рядах мадридский Реал. Сливочные подготовили для сделки 25 миллионов евро. И билет в один конец до Манчестера для своего галкипера Кейлора Наваса. Дехея был готов уйти, ведь трансфер в Реал сулил ему приличную прибавку к жалованию. Титульные перспективы и возможность выступать дома. Учитывая все эти факторы, Манчестер готовился отпустить своего первого номера и оформил необходимые для его переезда документы. Однако сделки в итоге не суждено было состояться. Как часто бывает в таких случаях, сложные переговоры дошли до самых последних часов и даже минут до закрытия европейского трансферного окна 1 сентября 2015 года. Говорят, что для регистрации трансфера Дехея Реал опоздал всего на несколько секунд. По иным данным, речь на самом деле о паре минут или даже получасе. Так или иначе, Давид мысленно был вратарем Галактикос. А в итоге остался в Манчестере, за которой выступает по сей день Набиль Фекир и Ливерпуль. Юрген Клоп считается одним из сильнейших специалистов своего времени в том, что касается трансферов. У рулевого Ливерпуля нечасто случаются провальные трансферы. И от почти состоявшегося переезда на Энфилд форварда сборной Франции Набиля Фекира ждали многого. Случилась эта история летом 2018 года, когда нападающий играл за родной Леон. К тому моменту после долгих и успешных лет в чемпионате Франции Фекир, казалось, был полностью готов уходить на повышение. Прямо перед самым чемпионатом мира в России в СМИ появилась информация о встречах Клопа с Фекиром. Тренеры-футболисты вели активные переговоры о переходе Набиля в Ливерпуль, и стороны согласовали всевозможные вопросы. В первых числах июня началась подготовка к трансферу и презентации Фекира. Игрок, по слухам, успел прибыть в Англию и выбрать номер. Все остановилось в ожидании официального объявления трансфера стоимостью в 70 миллионов евро. Однако 9 июня 2018-го на сайте Леона появилось объявление другого характера. В нем президент клуба рассказал, что Фекир одной ногой уже был в Ливерпуле. Но в последний момент сделку было решено аннулировать. Подробностей и тогда не было, но ходили слухи, что Набиля подвел медосмотр, который выявил у нападающего проблемы с коленом. В свое время Фекир пережил разрыв крестов, потому удивляться было нечему. Не так давно француз довольно неожиданно сменил Леон на достаточно скромный Реал Бетис. Вероятно, такой выбор игрока обусловлен в том числе и его репутацией, хронически травмированного футболиста. И сейчас Фекир в Испании пробует доказать, что его рано списали со счетов по здоровью. Алексис Санчес в Манчестер-Сити В последние годы карьера яркого чилийца не так радужна, как несколько лет назад. Летом 2017 года Санчес, начавший тогда последний сезон по контракту в Арсенале, готовился к переходу в Манчестер-Сити и практически паковал вещи в направлении этих отстезиум. Как нередко бывает в таких случаях, дорогие и статусные трансферы обговариваются очень долго и часто до последнего момента. Так вышло и в ситуации Санчеса с его переездом в Манчестер. Говорят, все уже было согласовано, но в последний момент Арсенал затребовал вместе с компенсацией за чилийца, полузащитника Рахима Стерлинга в довесок. Этот вариант совершенно не устроил Пепа Гвардиолу. И наставник Сити заблокировал переговоры с Арсеналом по трансферу Алексиса Санчеса. Футболисту пришлось остаться в Лондоне, а переход в Манчестер состоялся позже. Да и то другой. Санчес оказался в составе Манчестера Юнайтед, где у него дела не заладились. И прямо сейчас чилийц играет в составе Миланского Интера. Рос Баркли в Челсе Пример истории, когда трансфер сорвался из-за несогласованности действий руководства клуба и тренерского штаба. Баркли сегодня играет за Челсе, но его переход из Эвертона получился не с первой попытки. Английский полузащитник должен был уйти к аристократам осенью 17-го года. Но тогда сделка сорвалась в последние минуты трансферного окна. Поговаривают, игрок отказался переходить в Челсе в последний момент. А причиной тому стало, как он считает, пренебрежительное отношение к нему со стороны тогдашнего тренера Синих Антонио Конте. Дело в том, что итальянский специалист не взял трубку, когда ему звонил Баркли, желавший обсудить ту роль, на которую он может рассчитывать, переехав на Стэнфорд-Бридж. Росу показалось, что важных кадров Конте игнорировать не будет, и футболист решил, ему лучше остаться в Эвертоне. Но загвоздка состоит в том, что Антонио не мог ответить на звонок Роса по объективным причинам. А казалось, ему попросту запретили вступать в диалоги с потенциальными новичками в период переговоров. Ведь однажды, по мнению руководства, Конте всего одним таким телефонным разговором сорвал трансфер Оксла и Чемберлина в Челсе. А поскольку переезд Баркли в Лондон обсуждался под самый занавес трансферного окна, недоразумение не удалось урегулировать, и Рос остался в Ливерпуле. Роберто Сориано и Наполи Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис интересный и очень необычный футбольный функционер со своими тараканами в голове. С одной стороны, он спас знаменитый клуб из Неаполи от полного краха полтора десятка лет назад и вывел его на лидирующие позиции в Италии. С другой, подарил фанатам Наполи не один странный скандал. Например, из-за своих заскоков Де Лаурентис не позволил состояться трансферу в свой клуб Роберто Сориано из Самбдории в 2015 году. Игрок был готов присоединиться к Наполи и подписывал для этого все необходимые бумаги. Как вдруг заметил вместе со своим представителем один необычный пункт. В договоре говорилось, что Де Лаурентис хочет подписать отдельное многостраничное имиджевое соглашение, согласно которому 100% рекламных прав футболистов президент клуба забирает себе. Из-за этого аспекта сорвался не один трансфер Наполи, в том числе и переход Роберто Сориано. А теперь наша традиционная рубрика «Вопрос». Аурелио де Лаурентис не просто вздорный чиновник. Он многогранная личность, пришедшая в футбол из другой профессии. Друзья, о какой творческой деятельности идет речь? Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До свидания.